К дому помещика Грябова подкатила прекрасная коляска с каучуковыми шинами, толстым кучером и бархатным сиденьем. Из коляски выскочил уездный предводитель дворянства Федор Андреевич Отцов. В передней встретил его сонный лакей. — Господа дома? — спросил предводитель. — Никак нет. Барыня с детьми в гости поехали, а барин с мамзелью-гувернанткою рыбу ловит. С самого утра. Отцов постоял, подумал и пошел к реке искать Грябова. Нашел он его версты за две от дома, подойдя к реке. Поглядев вниз с крутого берега и увидев Грябова, Отцов прыснул. Грябов, большой, толстый человек с очень большой головою, сидел на песочке, поджав под себя по-турецки ноги. Иудил. Шляпа у него была на затылке, галстук сполз на бок. Возле него стояла высокая, тонкая англичанка с выпуклыми рачьими глазами и большим птичьим носом, похожим скорее на крючок, чем на нос. Одета она была в белое кисейное платье, сквозь которое сильно просвечивали тощие желтые плечи. На золотом поясе висели золотые часики. Она тоже удила. Вокруг обоих царила гробовая тишина. Оба были неподвижны, как река, на которой плавали их поплавки. Охота смертная, да участь горькая, засмеялся отцов. — Здравствуй, Иван Кузьмич. — А-а-а, это ты? — спросил грябов, не отрывая глаз от воды. — Приехал. Как видишь, а ты все еще своей ерундой занимаешься. Не отвык еще? — Кой черт, ведь день ловлю весь с утра. Плохо что-то сегодня ловится. Ничего не поймал ни я, ни эта кикимора. — Сидим, сидим, и хоть бы один черт. Просто хоть караул кричи. — А ты наплюй. — Пойдем водку пить. — Постой. Может быть, что-нибудь да поймаем? Под вечер рыба клюет лучше. — Сижу, брат, здесь с самого утра. Такая скучища, что и выразить тебе не могу. Дернул же меня черт привыкнуть к этой ловле. — Знаю, что чепуха. А сижу? Сижу, как подлец какой-нибудь, как каторжный. И на воду гляжу, как дурак какой-нибудь. На покос надо ехать, а я рыбу ловлю. Вчера в Хапаньеве присвященный служил, а я не поехал. Здесь просидел вот с этой стерлядью, с чертовкой с этой. — Но ты с ума сошел? — спросил отцов, конфузливо косясь на англичанку. — Бронисся при даме? И ее же, да черт с ней, все одно ни бельмесы по-русски не смыслит. Ты ее хоть хвали, хоть брони, ей все равно. Ты на нос посмотри. От одного носа в обморок упадешь. Сидим по целым дням вместе. И хоть бы одно слово. Стоит, как чучело. И бельмы на воду таращит. Англичанка зевнула, переменила червячка и закинула удочку. — Удивляюсь, брат, я немало. — продолжал Грябов. Живет дурище. В России десять лет. И хоть бы одно слово по-русскому. Наш какой-нибудь аристократишка поедет к ним и живо по-ихнему брехать научится. А они черт их знают. Ты посмотри на нос. На нос ты посмотри. Но перестань. Неловко. Что напал на женщину? Она не женщина, а девица. О женихах небось мечтает чертова кукла. И пахнет от нее какой-то гнилью. Возненавидел брат ее. Видать равнодушно не могу. Как взглянет на меня своими глазищами, так меня и покоробит всего, словно я локтем о перила ударился. Тоже любит рыбу ловит. Погляди. Ловит и священно действует. С презрением на все смотрит. Стоит каналия. И сознает, что она человек и что? Стало быть, она царь природы. А знаешь, как ее зовут? Уилька. Чарльзовна. Тфайт. Тьфу! И не выговоришь. Англичанка, услышав свое имя, медленно повела нос в сторону Грябова и измерила его презрительным взглядом. С Грябова подняла она глаза на отцова и его облила презрением. И все это молча, важно, медленно. Видал? Спросил Грябов хохоча. Нате, мол, вам. Ах ты, кикимора! На детей только и держу этого тритона. Не будь детей, я бы ее и на десять версток к своему имению не подпустил. Нос точно у ястреба. А талия? Эта кукла напоминает мне длинный гвоздь. Так знаешь, взял бы и в землю вбил. Постой. У меня, кажется, клюет. Грябов вскочил и поднял удилище. Леска натянулась. Грябов дернул еще раз. И не вытащил крючка. Зацепилась, сказал он и поморщился. За камень, должно быть. Черт возьми. На лице у Грябова выразилось страдание. Сдыхая, беспокойно и двигаясь, и бормоча проклятия, он начал дергать за лесу. Дергание ни к чему не привело. Грябов побледнел. Экая жалость. В воду лезть надо. Да ты брось. Нельзя. Под вечер хорошо ловится. Ведь это такая комиссия. Прости, Господи. Придется лезть в воду. Придется. А если бы ты знал, как мне не хочется раздеваться. Англичанку-то турнуть надо. При ней неловко раздеваться. Все-таки ведь дама. Грябов сбросил шляпу и галстук. Мисс Э. Обратился он к англичанке. Мисс Тфайс. Прошу вас. Ну как ей сказать? Ну как тебе сказать, чтобы ты поняла? Жевупры. Пожалуйста, туда. Туда уходите. Слышишь? Мисс Тфайс облила грябово презрением и издала носовой звук. Что-с? Не понимаю-с? Ступай, тебе говорят отсюда. Мне раздеться нужно, чертова кукла. Туда ступай. Туда. Грябов дернул мисс за рукав, указав ей на кусты и присел. Ступай, мол, за кусты и спрячься там. Англичанка, энергично двигая бровями, быстро проговорила длинную английскую фразу. Помещики прыснули. Первый раз в жизни ее голос слышал. Нечего сказать. Голосок. Не понимают. Ну что мне с ней делать? Плюнь. Пойдем водки выпьем. Нельзя теперь. Ловится. Хорошо должно быть. Вечер. Ну что ты прикажешь делать? Вот комиссия. Придется при ней раздеваться. Грябов сбросился в рту к жилет и сел на песок снимать сапоги. Послушай, Иван Кузьмич, сказал предводитель, хохочав кулак, это уж, друг мой, глумление, издевательство. Ее никто не просит не понимать. Это наука им, иностранцам. Грябов снял сапоги, панталоны, сбросил с себя белье и очутился в костюме Адама. Отцов ухватился на живот. Он покраснел и от смеха, и от конфуза. Англичанка задвигала бровями и замигала глазами. По желтому лицу ее пробежала надменная презрительная улыбка. Надо остынуть, сказал Грябов, хлопая себя по бедрам. Скажи на милость, Федор Андреевич, а чего это у меня каждое лето сыпь на груди бывает? Да полезай скорее в воду. Или прикройся чем-нибудь, скотина. И хоть бы сконфузилась, подлая, сказал Грябов, полезая в воду и крестясь. Бр-р-р-р, холодная вода. Посмотри, как бровями двигает. Не уходит. Выше толпы стоит, хе-хе-хе, и на людей нас, и за людей нас не считает. Войдя по колено в воду и вытянувшись во весь свой громадный рост, он мигнул глазом и сказал, это брат ей не Англия. Мисс Тфайс хладнокровно переменила червячка, зевнула и закинула удочку. Отцов отвернулся. Грябов отцепил крючок, окунулся и с сопением вылез из воды. Через две минуты он сидел уже на песочке и опять удил рыбу.